Ну, об Огоньках много сказано, это действительно была одна из лучших передач центральной студии телевидения, еще на Шабловке, до появления видеозаписи, тогда, когда это шло живьем, или, как мы говорим, по-живому в эфир, потому что вот эта сиюминутность, вот это естественное состояние артистов и ведущих, и гостей, оно передавалось зрителю. И они это очень и очень ценили, так же, как ценили выпуски новостей, потому что это действительно было, сиюминутно, не в записи, так же и ценили эту программу. Ну, и многие передачи, как раз мне не повезло, повезло, не повезло в том плане, что 30-го числа я, наконец-то, купил телевизор. Какой год? Это 57-го, через три дня после того, как я начал работать. И в этот печальный день произошел страшный случай. Была такая передача «ВВВ», «Вечер веселых вопросов». В ней это «Предтеча КВН». «Предтеча КВН». Ну, в общем, передача такая, в общем, такая наивная, простая вроде бы. Ну, веселые вопросы, люди приезжали, простые люди, все принимали учебы, любой человек мог принять участие в этой передаче. Прямой эфир. И это было в МГУ, в новом здании МГУ на Оленинских горах. Все было очень хорошо. Охраны особой там не было. И вот наш остроумнейший, талантливейший композитор Никита Владимирович Богословский придумал вопрос, кто раньше придет к нам на передачу в зимней одежде, это был конец сентября, ну, там валенки, там ушанка и все прочее, и принесет кактус. А ведь в это время вокруг МГУ шло огромное строительство новых домов. И там, конечно, были десятки тысяч рабочих, у которых зимняя одежда висела на вешалке. А что такое? Это ватник, это, вернее, валенки с халошами, ушанка и все. Ну, а кактусы очень были распространены, у соседей можно было взять раз, раз, раз. И огромная толпа, это был воскресный день, ринулась с кактусами в зимней одежде, разбила двери МГУ, ворвалась в этот зал, и передача была сорвана. И наш замечательный директор, который сидел в это время и смотрел эту передачу, Владимир Спиридонович Асминин, сказал, это мой последний день работы. И точно, на следующий день его сняли, и пришел другой, замечательный тоже человек, Георгий Александрович Иванов, который долгие годы был с нами. Это был удивительный тоже человек. Сам он окончил вахтанговское училище, но в основном был на партийной, руководящей работе. Знал и досконально все в телевидении, потому что он не гнушался, не сидел в кабинете. Он ходил на репетиции, следил за тем, как готовятся передачи, следил за тем, как идут киносъемки, когда шли, уже появились у нас отдел кинооператоров. Короче говоря, нам везло с руководством. Был у нас очень хороший, первый председатель Чесноков, доктор наук, председатель радио. Комитет назывался по радиовещанию и телевидению. Сами понимаете, что радиовещанию и телевидению. После и уже отношение такое, знаете, второсортное. Потом был у нас очень хороший, очень сильный и в то же время какой-то очень сердечный человек. Ну, Харламов был прекрасным руководителем. Прекрасным был руководитель Николай Николаевич Месяцев. Удивительный был человек. Но при нем как раз началось строительство. И, собственно говоря, не началось, а даже завершило строительство Останкинского телецентра. И вот до 70-го года телевидение как-то вот развивалось, ну, не так, как хотелось бы. И вот в 70-м году пришел, я считаю, что великий руководитель, жесткий, чрезвычайно требовательный, эрудированный, который в свое время, в 48-м году, был заместителем председателя радиокомитета, знал работу радио. А здесь он пришел и все поставил на свои места с 70-го года. Комитет стал у нас государственным по телевидению и радиовещанию. То есть телевидение было поставлено на первое место. И назвали кто? Это был Сергей Георгиевич Лапин. И в течение 15 лет он руководил, это исключительно огромное количество времени такого, никто так много, долго не руководил. Он руководил вот этой, вот этой, вот этой страшной и в то же время необходимой и нужной народу, средством массовой информации, так и нужным и необходимым народу. И вот здесь, конечно, мне хотелось бы, ну, об этом, может быть, многие расскажут еще и знают, конечно, при нем совершенно по-другому стало развиваться телевидение. Причем парадокс. С экономической точки зрения мы это время относим к застойному, называем его застойным. Ну, действительно, с экономикой у нас было очень плохо. А парадоксально то, что телевидение и искусство развивалось, ну, удивительно быстро, удивительно как-то, это, вы знаете, ну, это был просто какой-то ренессанс, что ли, вот такое, знаете, возрождение всего, что возможно. И я почему здесь хочу отвлечься и сказать несколько слов о том, что меня очень расстраивает в последнее время. Многие годы шли на то, чтобы людям доказать и деятелям искусства, культуры, литературы, что телевидение – это искусство. Это не просто средство массовой информации. Это сложнейший такой вид искусства, который вобрал в себя основные черты, основные компоненты, что ли, киноискусства, театрального искусства, музыкального искусства, циркового искусства, ну, массового, так сказать, искусства, архитектуры даже, если хотите, изобразительного искусства. Все это собрано воедино. И в то же время на этой основе телевидение создало какие-то свои законы, свои принципы, свои, ну, что-то свое изобрело. Таким образом, уже где-то в конце 70-х годов всеми было признано, что телевидение – это искусство. И вот недавно я слышал выступление моего очень любимого, замечательного кинорежиссера, руководителя Мосфильма Карена Шахназарова, который заявил, что телевидение – это не искусство, и чуть ли кино тоже – это не искусство. И я просто, вы знаете, у меня стало очень тяжело как-то на душе. Я очень разочаровался, потому что я очень высоко ценю то, что он делает, и он делает настоящее искусство, и человек утверждает, что это не искусство. Поэтому я почему говорю об этом с болью, потому что молодые, приходящие сейчас на телевидение, молодое поколение, которое не знает истории, это ужасно. Поэтому они изобретают велосипеды, они открывают Америки на телевидении, если бы совершают те же ошибки, что и мы в свое время, когда мы только начинали все, потому что пришли люди непрофессионалами, мы старались стать профессионалами, а мы-то были непрофессионалы, но мы стремились к этому. А молодежь уже считает себя профессионалами, поэтому она открывает новое, и, конечно, тоже считает, что это не искусство, это так, средства массовой информации, это так, что и так далее. А ведь это самое большое и самое страшное заблуждение, потому что для людей, живущих особенно где-то далеко, которые не имеют ни театров, да и кинотеатров сейчас практически нет, для них единственное окно в мир и в мир искусства, не только в мир информации, в мир событий, мир искусства, это же телевидение. И я помню, какие были программы театральные, понедельник был у нас, обязательно показывали спектакль одного из московских лучших театров, театра Вахтангова, Малого, МХАТа театра, это был праздник души для миллионов зрителей, которые никогда, может быть, и не смогут приехать в Москву, но они, вот понимаете, они видели у себя дома таких великих артистов, как Ершов, скажем, Станицын, Андровская, Тарасова, я имею в виду спектакли МХАТа, они видели спектакли Малого театра, ну, таких незабвенных, величайших русских актрис, как Турченинова, Яблочкина, Рыжова, с которыми вот мне довелось великое счастье на одной сцене, дышать одним воздухом в Малом театре, в спектакле «Горе от ума», Михаил Иванович Сарёв, Михаил Иванович Жаров, наш, вот мой учитель, незабвенный Константин Александрович Зубов, величайший актер, и режиссер, и дипломат, и философ, я уж не знаю, кем он только ни был, Аненков Николай Александрович, величайший актер, то есть Светловидов, Владиславский, ну, что я, сейчас называю имена, имена, которые ничего не говорят современной молодежи, даже театральной молодежи, и вот то, что мы забываем свою историю, мы относимся к ней очень небрежно, и вот я вспоминаю, я не люблю американцев, честно я вам скажу, но то, что они делают, это великое дело, значит, я вам уже говорил о фильме «Серенада Солнечной долины», и вот они собрали участников этого фильма, он в сороковом году снимался, где-то это было в конце 80-х годов, пригласили их в студию, и там был такой квартет, и такой, ну, не негр, он такой полукровка на саксофоне играл, и, в общем, такой эпизод играл музыкальный, вот все они собрались и показывали отрывки из фильма, и их живых в студии, и они пели и исполняли то же самое, что они исполняли в этом фильме. Вот так они сохраняют то, что было добыто в искусстве, 30-х, 40-х, 50-х годов, для того, чтобы оно двигалось вперед, чтобы не начинать все сначала, и вот мне бы очень хотелось пожелать нашим молодым, приходящим к нам режиссерам, деятелям, редакторам, я уж не знаю, авторам, чтобы они обязательно прикоснулись к истории, поговорили с ветеранами, посмотрели все, что есть в нашем телерадиофонде, чтобы они поняли, какой путь прошли их товарищи, старшие, чтобы они не начинали все сначала, а продолжили, и помнили, что это высочайшее искусство, великое искусство, и даже инфа... Вы говорили, что, в общем, вы говорили об истории, о том, что она, в общем-то, не должна забываться. Да. И тем более, что, я вот еще раз хочу подчеркнуть, что это не только в Америке, это делается и в других странах, там, где есть возможность техническая сохранять, хотя бы переводить потом на уже современную аппаратуру, на цифровое там, ну, для того, чтобы сохранить вот тот аромат и вот ту эпоху, если хотите, которые отражали те фильмы, те передачи и те люди, люди, которые любили зрители. Меня что поразило? В Германии, я вот там, к сожалению, моя дочь работает, вынуждена там работать. Я там смотрел два канала их основных, и меня поразило то, что очень пожилые люди работают там на информации, ведут передачи. Оказывается, это люди, которые многие-многие годы, там, 30-40 лет работают, и вместе с ними стареют, конечно, зрители. И поэтому, глядя на них, зритель как бы возвращается, ну, или свою молодость, или, во всяком случае, не чувствует своей старости. Вот пренебрежение и к тем людям, которые раньше работали, которых можно было бы сейчас использовать, скажем, на телевидении, меня тоже убивает. То есть не ценится то, наше хорошее, доброе прошлое, то, из чего можно произрасти, так сказать, вырасти уже совершенно новое поколение новых людей, новых ведущих. И, конечно, понимаете, если раньше, мы все-таки произошли все от радио. И культура речи, русский язык, русский литературный разговорный язык. Ну, мне вот повезло, у меня бабушка, как оказалось, тщательно скрывалась, это она дворянского происхождения, из Москворечья. У меня дома был такой язык, понимаете, такой же язык, как в Малом театре. Вот такой московский, замоскворецкий. Это настоящий русский такой, ну, что ли, настоящий русский разговорный литературный язык, ну, своего рода, в общем, эталон того, что должно быть у нас в жизни, и на экране тем более. И, конечно, этому придавали очень большое значение на радио, потом у нас на телевидении. И мне пришлось, удалось нашего энтузиаста Флору Леонидовну Агейенко, автора многих словарей, переманить к нам, ну, в общем, на телевидение многих педагогов с радио, которые могли помочь нашему молодому поколению. В общем, у нас была неплохая школа. Ну, что такое школа? Школа это 3-4 года, по крайней мере, только потом выпускались люди на первую и вторую программу. А до этого они работали на орбитах, до этого они только учились. И потом выходили настоящие профессионалы в эфир, мастера. И я доволен и счастлив, что вот так произошло, что у нас вот поколение менялось, как, скажем, начиная уже в 60-е годы, когда пришла Аза Лихитченко, Анна Шачилова, Мургунова, они, кстати, раньше даже, они еще на радио были, Светлана Жильцова в 58-м году пришла к нам. И каждый из них привносил что-то свое, интересное, индивидуальное. И зрители знакомились, влюблялись, и, в общем, самое главное, верили. То есть люди, так сказать, становились действительно нужными для зрителей.